Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И оно достаточно уникальное для нашей республики. Это очень значимый турнир, который является этапом Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Классические шахматы – это шахматы с таким достаточно длительным контролем. Получается, что шахматисты, как правило, в среднем часа четыре проводят за одной партией. Ну и, естественно, приезжают к нам не только за эмоциями, но и за спортивными результатами. Потому что этот этап – один из пятнадцати по зачетным очкам, на которых можно попадать в финал Кубка России и бороться за этот престижный трофей. Приезжают мужчины бороться. Это больше все-таки мужской вид спорта? Ну, можно сказать, что, как и многие виды спорта, на самом деле он и мужской, и женский, но превалируют мужчины. И вот в виде спорта шахматы тоже есть раздельные зачеты среди мужчин и среди женщин. Но при этом есть особенность, что в таких видах спорта, как шахматы, женщины могут играть в мужских турнирах. И поэтому вот и в этом турнире будет немало женщин, в том числе и будут у нас два гроссмейстера. В прошлом году приезжали 50 участников на Кубок. А в этом году сколько участников вы ждете и, может быть, кого-то конкретного назовете? Да, в прошлом году у нас было ровно 50 участников при температуре минус 50 градусов. У нас вот такой был представительный турнир с участием пяти международных гроссмейстеров. В этом году интерес к нашему турниру еще больше и заявляются не только те гроссмейстеры, которых мы индивидуально приглашаем, но и есть еще участники, которые приезжают самостоятельно. И, соответственно, у нас уже как минимум шесть гроссмейстеров будет. Среди них есть достаточно титулованные, скажем, обладатели Кубка России прошлого года, то есть действующие обладатели Кубка России, будет у нас Алексей Продорожный, международный гроссмейстер, тоже участвовать. И также у нас будет участвовать, получается, в мужском турнире такая женщина, и очень известная в шахматном мире, действующая чемпионка России и обладательница Кубка России, опять же, прошлого года, Бояра Кованова. И, кроме того, у нас будет неоднократная чемпионка мира среди сеньоров, то есть среди, получается, лиц определенной возрастной категории, старшей, Галина Струтинская, тоже международный гроссмейстер. Ну, я говорю многократная, потому что она четыре раза была чемпионкой мира в личном зачете, а вот в командном зачете она уже сбилась со счета, раз в шесть она была. Также у нас будут очень известные мужские гроссмейстеры, значит, и Дмитрий Кокарев, у него, кстати, и ребенок занимается шахматами, является чемпионом Европы до восьми лет, он известный шахматный тренер. И также вот Дмитрий Кряковин, международный гроссмейстер тоже, да, он известный шахматный обозреватель, вот, и тренер тоже, да, вот. Ну и также среди вот этих гроссмейстеров шестерки у нас есть, можно сказать, наш уже, то есть тренер, первый бурятский гроссмейстер Антон Шимоев, который занимается с нашими детьми уже больше года занимается с нашей сборной. Вот. Ну и также вот уже самостоятельно проявил интерес один молодой, очень перспективный шахматист, который вот стал буквально вот недавно чемпионом мира среди юношей до восьмнадцати лет. Он уже без пяти минут гроссмейстер, ему буквально осталось выполнить, ну, один гроссмейстерский бал, и тогда он станет гроссмейстером. Вы называете такие известные имена, да, вот в вашем мире, в мире шахматного спорта. У вас у самого наверняка есть соблазн с кем-то из них сыграть. Ну, вы знаете, всегда приятно встретиться с шахматной доской и сильным соперником, вот. И поэтому среди наших шахматистов тоже есть, конечно, у которых, как говорится, вот сейчас уже, ну, как говорят, чешутся руки, да, или там как-то испытать свои силы с гроссмейстером, вот. Но я, на самом деле, в этом турнире как организатор выступаю, вот, являюсь директором турнира, вот. Ну, в нашей федерации, ну, в Международной федерации ФИДа есть такая специальная должность для каждого турнира, директор турнира, поэтому я президент федерации, но вот занимаюсь организацией этого турнира как директор. Дмитрий, у вас телефон, нужно отключить звук. Давайте продолжим. Мы, может быть, немножко расскажем о том, как этот турнир проходил в прошлом году, и там были участники, которые захотели... Вы не зря сейчас сказали снова про наши климатические условия. Были участники, которые захотели соревноваться на морозе. Зачем им это нужно? Да, вы знаете, вот у нас, как бы, такой уникальный этап Кубка, вот он выделяется среди всех тем, что у нас суровые климатические условия, и нам вот выделили время, вот самое такое морозное, да, но дело в том, что уже среди остальных этапов есть много таких турниров, которые много лет проводятся в одно и то же время, и вот нам нашлось только вот это окошко, да, и, соответственно... Но можно было не выходить на улицу. Да, ну и вот смотрите, и многим интересно как раз-таки приехать и посмотреть, и ощутить себя вот в таких климатических условиях. И как раз-таки вот вы видите на кадрах, да, это, значит, это старший тренер сборной страны Михаил Робертович Кабалия и его ученик, самый юный гроссмейстер России Валдар Мурзин, вот они, кстати, второе-третье место заняли в прошлом турнире, вот, и они решились выйти на мороз, вот на площади Ленина играли блиц-турнир в минус 52 градуса, и составили заявку, отправили вот в соответствующий там комитет для того, чтобы зафиксировать рекорд. Наверное, они планировали так сделать, и погода им благоволила. Дмитрий, как вы считаете, насколько интересен этот вид спорта? Вы как участник непосредственной игр шахматных, насколько он популярен в нашей республике? Шахматы в нашей республике очень посчитаемый вид спорта. Я считаю, еще на заре становления был период, когда простые люди повально увлекались шахматами. Я, например, родом из села Черпех-Татинского луса. Там в те времена почти все мужское население играло в шахматы. И слава Богу. Ну, это было раньше. А, сейчас немножко по-другому. Но сейчас и больше выбора. Да, да. Да, конечно, со старыми временами не сравнить. Но вот сейчас, именно в последние годы, да, есть интерес к шахматам, ну, плеск, можно сказать, интереса. Ну, во-первых, с известным фильмом «Ход королевы», он связан, да, это в мире тенденция, да. Ну, и также вот у нас тоже вот есть молодежь, которая никогда не играла в шахматы. Я имею в виду молодежь вот уже такого трудоспособного возраста, да. И они вот сейчас собираются и как бы где-то там устраивают свои такие турнирчики для любителей, скажем так. Ну, вот, кстати, фильм «Ход королевы», там очень четко показано, насколько это должен быть талант. То есть ты внутри должен как-то быть так устроен, что ты внутри шахматист, что ты вот так видишь эти комбинации, да. То есть ты все это можешь выстраивать у себя в голове. Это же настоящий дар. Не каждый же человек так может. Ну, на самом деле это развивается. Развивается. Да, любой, значит, вот вид деятельности, он на самом деле, можно, так сказать, в нем совершенствоваться, в том числе и вот в этом, да. Вот, и у нас вот второе направление деятельности Федерации связано не только со спортом, да, но и с образовательным направлением. И мы вот пропагандируем шахматы как инструмент развития интеллекта. И чтобы в школах шахматы преподавались, так, и развивалась так называемая способность действовать в уме. Это уже психологами доказанная теория о том, что вот через шахматы можно развивать вот такую способность действовать в уме. И мероприятия наверняка будут какие-то для тех, кто заинтересован в том, чтобы развить в себе такие способности. Как раз таки во время этого турнира, да? Ну, во время турнира будет много дополнительных мероприятий, да. Там будет и Блиц-турнир для всех любителей. И вот если в этот Кубок Головы есть ограничения по рейтингу, вот, не все могут попасть любители, да, а вот все-таки серьезный турнир. А вот такие сопутствующие мероприятия, Блиц-турнир, турнир по быстрым шахматам с укороченным контролем, туда могут попасть все любители, так, поиграть. А есть еще у нас и тренерский семинар будет, состоящий из различных мастер-классов, которые дадут нам как раз вот приезжий игросместер, они все в основном еще являются тренерами хорошими. Вот, ну и у нас будет еще также судейский семинар, вот, поэтому программа такая у нас интересная, да, сеансы одновременной игры, то есть те любители, которые, ну, как правило, не находят времени там играть в турнирах и так далее, могут прийти поиграть с игросместерами. Очень интересно, да, для тех, кому эта тема близка. Проходите, кубок будет на территории Национального художественного музея с 22 января по 1 февраля. Да, это получается, весь турнир, он еще охватывает, получается, день приезда Дина Тезда, 22 января и 1 февраля, а сами турнирные дни, они будут с 23, то есть со вторника, следующего вторника можно приходить в Национальный художественный музей. В вечернее время, там в 16 начинаются партии, и, соответственно, партия длится, ну, часа 4 до 8, и можно и после работы заглянуть. Заглянуть, да, интересно все-таки, да. Да, ну и будет трансляция, у нас будет трансляция, значит, во-первых, на специализированных шахматных сайтах будет транслироваться ход на пяти досках первых, так, то есть имеется возможность следить за ходом игры, вот, и также будет у нас и видео, видео, значит, ну, по всему залу, можно будет посмотреть, как происходит вообще весь турнир. И какую-то дополнительную информацию те, кому это интересно, могут получить, зайдя на ваш сайт, можно просто набрать в поисковике. Да, кубок главы Республики Схай-Якутия по шахматам, и сразу выйдет этот сайт, ну, капсахачес.ру. Дмитрий, про эпохи становления, мы воспрервали немножко, шахмат этого вида спорта в нашей Республике. Да, шахматы у нас в Республике являются одним из старейших видов спорта, которые культивировались здесь. Еще с половины 20-х годов, в прошлое столетие, здесь образовались первые секции по шахматам. Первый чемпионат города Якутска был проведен в 1934 году, первая спорта кеда была проведена в 1936 году, а первый официальный чемпионат Республики был проведен в 1937 году. По количеству чемпионатов Республики мы опережаем чемпионат Российской Федерации. Но развитие шахмата шло не так быстро и не всегда гладко. Были периоды, когда шахматы как бы исчезались. Вот, например, после 26-го года по 34-й год вообще никакой публикации мы особо не находим. Вот такие периоды бывали. Буквально до конца 30-х годов шахматы носили в общем любительский характер. И только после того, когда Феодор Петрович Ефимов, он был работником якутской типографии, работал в Москве с 1936 по 1939 год, в это время он шел в шахматах, видимо, очень много там повязал, узнал, играл, занимался. И по приезду в Якутск он принес с собой очень много информации, советов, инструкций. Короче, культуру шахматную он поднял на значительно высокий уровень. С тех пор можно сказать, что шахматы обрели, ну, перешли спортивный статус. А, говорите, говорите, ага. Ну, в годы войны было немножко затишье, с 1941-1945, с 2004-го года чемпионаты не проводились, а в 1945-е годы уже были возобновлены соревнования. Самым успешным периодом шахмат Якутии, я называю Золотым веком шахматы, был период с начала 50-х годов и почти до 70-х годов, когда наши шахматисты, наверное, первыми даже в республике пробивали путь мир большого спорта за пределами республики. Очень большие успехи у них были, особенно вот сельские шахматисты, они выигрывали всегда зоны Дальнего Востока, причем даже в расширенном составе, до зоны Дальнего Восточной Сибири и даже Урала. Они выигрывали и становились победителями первенства РСФСР. Двое участников у нас входили в состав сборной команды РСФСР и принимали участие во в союзных соревнованиях сельских шахматистов по линии ДСУ Рожай и становились чемпионами Союза в командном защите. Это Михаил Куприанович Афанасьев и его сестра Анна Афанасьева. Таких примеров можно привести еще много. А вы сами как пришли в этот спорт? У вас с чего все началось? Ваш интерес? Так, ну я научился играть в шахматы с 7 лет. Отец привез шахматы откуда-то. И они с друзьями играли. Нас особо не учили, как ходить. А мы, глядя, как они играли, с братом сами научились играть и стали играть с ребятишками, с соседями. Я помню свою первую партию в школе. Это был первый день учебы после новогодних каникулов, когда один одноклассник продолжил играть в шахматы. Он привез свой шахмат доску и самодельные фигурки. И мы играли. Я тогда уже знал, как поставить мат, детский, дурацкий мат. Короче, хожу Е4, он Е5, я ферзь Ф3, он конь С6, я слонг С4. А он пошел конь А6. А я побил на Ф7. Через он и объявляю мат. Шах и мат. Он сидел, сидел, а потом побил моего ферзя. Это был шок. С таким удовольствием вы об этом рассказываете. Видно, что у вас до сих пор вот этот детский интерес как будто бы не угас. И отличные вам игры на предстоящем кубке. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие, видя, как вам все это нравится. Дорогие друзья, мы буквально на короткие 4 минуты сейчас уйдем на рекламу. И очень скоро вернемся. Оставайтесь, продолжим говорить про интеллект... Якутск. Столица вечной мерзлоты. Самый холодный город мира. С 22 января по 1 февраля. Национальный художественный музей. Приглашаем на этап Кубка России по классическим шахматам святий мужчин. Кубок главы республики Саха-Яхудия. Следите за трансляциями и дневниками на сайте www.kaps.sahachess.ru Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И говорим мы сегодня о мероприятии, которое пройдет с 22 января по 1 февраля в нашем городе, в Национальном художественном музее. Кубок главы Якутии по шахматам. Соревнования среди мужчин. Но среди них будут и женщины. Мы сейчас посмотрели замечательный ролик, такой очень энергичный призы. Там мелькнули, что будут награждаться победители чуронами. Что еще интересного? Да, у нас получается, что действительно уникальные кубки от компании Камелек будут якутские чуроны. И кроме того, у нас медали тоже необычные, с вкладками из драгоценных металлов. Там золото в золотой медали, серебро в серебряный. Вот, от фирмы от компании Керге. Ну и, соответственно, я бы хотел подчеркнуть, что вот у нас мероприятие проходит в Национальном художественном музее. Это, на самом деле, достаточно уникально для шахмат. Хотя есть вот такой, как бы даже специальный проект шахмата в музеях Российской Федерации. Но обычно проходят суперфиналы страны. То есть, соревнования самого высочайшего уровня страны проходят вот в таких музеях. И мы вот, проведя в прошлом году Национальном художественном музее, можно сказать, ну, такой небольшой фурор в шахматном мире нашем произвели. И продолжили. Да, и вот сейчас продолжаем. То есть, организация турнира у нас была оценена очень высоко. И фактически нас ставили в пример для организаторов других этапов. Ну, вы вообще блеснули. Кроме того, что это Национальный художественный музей, это ещё и была возможность для тех, кто приехал на холоде, на морозе, сыграть партию и подать потом свои достижения в Книгу рекордов Гиннеса. Мы об этом говорили в первом блоке. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии люди, которые знают про мир шахмат абсолютно всё. Напомню, Владимир Егоров, президент Федерации шахмат Республики Саха-Якутия, и Дмитрий Масорин, ветеран шахматного спорта. Не все регалии ваши называют, чтобы сильно не утомлять наших слушателей и зрителей, а побольше поговорить о самом турнире, который предстоит совсем скоро. Может быть, ещё есть какие-то дополнения о том, чтобы привлечь внимание наших слушателей и зрителей и, возможно, пробудить у кого-то интерес к этому виду спорта? Ну, как я уже говорил, обширная дополнительная программа «Кубка», в которой может участвовать каждый. А также можно приходить и свободно посещать партии. А кто не сможет посетить, может посмотреть видеотрансляции на сайте. Специализированный сайт шахматный, но о нём будет на нашем сайте информация и видеотрансляции будут на сайте нашего управления по физико-культуре и массовому спорту. С 4 до 8 часов. И, возможно, родители, которые хотят своего ребёнка отдать в этот вид спорта, для вас это хорошая возможность показать ему, сразу начать с таких глобальных соревнований, потому что вот как раз в первом блоке Дмитрий делился о том, как он пришёл в этот вид спорта. Оказывается, случайно абсолютно, видя, как родители играют в шахматы, увлёкся ребёнок, и вот пошёл, и пошёл, и пошёл, и дошёл до мастера спорта по шахматам. Это очень круто. Владимир, а как ваш путь в этот мир спорта шахматный и начался с чего? На самом деле для меня шахматы, наверное, лет 26 не были видом спорта, поскольку я просто любил играть в шахматы, но никогда никакие кружки не посещал. Я увидел, как играют взрослые, когда мне было лет 6, и я попал в больницу, и там, собственно говоря, взрослые играли в шахматы, и там было два интересных занятия для меня. Одно, получается, я учил одного мальчика якутскому языку, а второе было то, что я учился играть в шахматы. Ну и потом дальше уже играл с отцом, с друзьями отца, ну, со всеми, кто бы не попадался, кажется, под руку. Какой баланс. Вы учили и вас учили, да? Да, да. И потом вот в школе, собственно говоря, действительно, вот эти советские времена, многие очень умели играть в шахматы, и мы там на переменках устраивали разные баталии. То есть это был такой некий тренд уметь это. Да, да, да. А что касается спортивной стороны, да, я столкнулся с этой стороной тогда, когда моя старшая дочь начала играть в шахматы, попала уже, значит, в кружок, где, в общем-то, был воспитан чемпион мира до 10 лет. Вот в то время как раз он стал чемпионом мира до 10 лет, мальчик, да, под руководством этого тренера. И, ну, для нас это было очень так, значит, знаково. И помню, что, в общем-то, увлечённая дочка тоже занималась, тогда она стала там чемпионкой Санкт-Петербурга. Она, наверное, тоже посмотрела, как вы играете, и увлеклась. Ну, тут, скорее, не совсем так, просто я провёл её тогда, вот, ей было 6 лет, привёл вот этот кружок, и она, там её уже тренер увлёк, как говорится, всей этой игрой. Ну, потом у неё настала и чемпионка Дети Азии и так далее, ну, в общем, были разные. Ну, и потом с младшими дочерьми тоже мы довольно так в этом спорте поварились, можно так сказать. Ну, смотрите, тогда, получается, шахматистами не рождаются, да, и вот тут упомянутый фильм «Ход королевы», да, там тоже же девочку научила, она случайно, да, просто чтобы отвлечься от такой не очень хорошей серой обстановки, она стала к этим шахматам приходить, приходить, и эти способности стали развиваться. Тогда, смотрите, это вообще уникальная возможность, вот это проведение этого мероприятия, Кубка главы республики, для того, чтобы кому-то привезти своего ребёнка в этот мир спорта. Вот если так увлекательно смотреть, и ты хочешь потом в этом поучаствовать за этой игрой. Насколько власти поддерживают этот вид спорта в нашей республике, в нашем городе? Ну, вот то, что проводится Кубок главы, это показывает, что власти именно, что, как бы, оказывают серьёзную поддержку, не по всем видам спорта проводится Кубок главы республики. Вот, и мы надеемся на то, что такая поддержка, она у нас и будет ещё укрепляться, да, мы бы хотели развивать этот вид спорта, иметь достижения. У нас на сегодня пока нет своих игр с мейстерами, да. И тут, конечно, очень важна такая системная работа и федерация вместе с министерством спорта, другими властями, да. Почему их нет? Почему их нет? Ну, дело в том, что у нас такой хорошей тренерской школы нет, да. У нас буквально за всё это время три человека получили, ну, за всю историю, скажем, развития шахмата, у нас три человека получили специализированное шахматное образование, из которых, вот, к сожалению, Тускул Даланович недавно, значит, ушёл из жизни, вот. Вот, а есть Роман Владимирович Гонжуров, сейчас старший тренер сборной, который вот сейчас активно, значит, у нас в шахматах работает, да. Ну, и вот ещё одна молодая девушка, которая, ну, вот вместе со своим мужем оказалась за пределами республики. Вот, поэтому сейчас очень важно, на самом деле, обратить внимание на подготовку шахматных тренеров, вот, и наладить вот эту систему подготовки и дальше повышение квалификации и вот работы шахматных тренеров. Есть к чему стремиться, поддержка, действительно, да, вот одно уже название, о чём говорит, и призы хорошие. Но это, конечно же, не основные призы, да, всё-таки основной приз – это то, что человек, который победит, он переходит к возможности участвовать на Кубке России. Да, он получает зачётные очки, которые потом дальше суммируются, и, значит, уже по количеству очков человек попадает в финал. Дмитрий, вы же один из участников, у вас есть такие планы, вы замахиваетесь на Кубок России? Играть, конечно, буду, но как получится, правильно сказать. Но в прошлом году я занял третье место в быстрой программе и был вторым среди ветеранов. А какие-то приметы у вас есть? Суеверный вы человек, нет? Ну, там бывает, что там… Достаточно суеверный на… Нет, не говорите, не говорите, какие приметы, просто верите в них или нет. Пока я промолчу. Но у вас есть, вы сказали, хорошие советы для того, как привлечь в этот спорт детей, советы для родителей, стало быть. Да, я могу поделиться своим жизненным опытом, который показывает в какой-то мере о пользе шахмат. Вот, когда я учился в пятом классе, учитывая математика, у нас, как Гаврил Гаврилович, однажды объявил, что организует кружок по математике и там собирает десять учащихся из двух параллельных классов. Он уже отобрал девятерых, называл их и говорит, еще одного надо, и поднял меня, еще одного мальчика. Потом долго стоял и никак не мог определиться, как у вас включить. И сказал, да ладно, переходите оба. Ну, три часа мы пришли, он первым делом расставил спичечные палочки и задачки дал. И, к своему удивлению, все эти задачи первыми я решал. Потому что вы хорошо играли в шахматы уже. Ну, подождем. А, не будем раскрывать интригу, да? Второй случай был, когда я учился в десятом классе. Учитель физики объявил, что отправляет троих учеников в районную олимпиаду по физике. Назвал их фамилии, они все известные, хорошие ученики. Да и четвертый меня включил. Да ты тоже идей попробуешь. И, к своему удивлению, я там занял первое место по физике. И я потом понял, что основные баллы я получил, когда решал задачи по оптике. Когда луч света попадает в какой-то поверхность, отражается, преломляется туда, куда-то идет и так далее. Это пространство, геометрия, пространство, воображение. И я подозреваю, что в этом виноват и шахмат. Вот один. Это замечательный рассказ, который должен сподвигнуть родителей к тому, чтобы отдать ребенка в шахматную школу. Да. И родителям я бы посоветовал, если вы имеете... А если у вас маленькие дети, и хотите, чтобы они занимались шахматами, день рождения, подарите шахматный комплект. У нас в детстве мы много комплектов потеряли. Но мать все равно настояла, когда отец уезжал в город, заказывала новые шахматы. И у нас появлялся новый интерес. И каждый раз, когда появлялся новые шахматы, новый комплект, такой деревянный, свежий, очень хорошим запахом, у нас вновь появлялся интерес, и мы уже тоже начинали играть. Это поддерживает интерес. А потом, когда у ребенка проявляется какой-то интерес, его способности, то надо отдать на занятия. А там уже... Ну и шахматы накопятся, можно потом будет целый турнир провести где-нибудь во дворе. Владимир, вы сказали, что важно, чтобы у нас были свои гроссмейстеры, чтобы были тренеры для республики. Какие еще цели вы ставите перед собой, как президент Федерации шахматного спорта в будущем? И, может быть, какие-то уже есть наметки, как еще улучшить вот эти соревнования? На самом деле, вот я хотел сказать действительно о том, что у нас есть серьезные задачи, которые мы сейчас уже решаем. Это подготовка шахматистов высокой квалификации. Не буду говорить пока о гроссмейстерах, но мы и, наверное, замахнемся и на это. Сейчас у нас группа молодых шахматистов, юношеская сборная, можно сказать. Тренируется под руководством Антона Шамоева, как я говорил. Проходят онлайн занятия, проходят у нас гроссмейстерские сессии. И, соответственно, сейчас наши ребята уже показывают первые успехи. Иногда выигрывают даже у гроссмейстеров, хотя они еще кандидаты в мастера спорта. Поэтому вот этот турнир как раз-таки во многом для них, для того, чтобы они прошли вот как раз эту гроссмейстерскую школу, через этот кубок главы. То есть, играя с гроссмейстерами, они будут повышать свое мастерство. А что касается улучшения нашего кубка, мы, во-первых, хотим его сделать регулярным. Во-вторых, может быть, мы сможем все же добиться, чтобы это время проведения было тоже интересным. Летнее время у нас тоже неплохое. И поэтому над этим тоже будем работать. Ну, а также у нас есть вот сейчас в рамках такой популяризации шахмат, да, и вообще использование шахмата как инструмент интеллектуального развития, у нас мы смогли добиться, чтобы в шахматные, в перечень шахматных олимпиад школьных, вошли, вернее, в перечень предметных школьных олимпиад вошли шахматы. Вошли при этом не как игра, а как решение шахматных композиций. Такой вид, специализация вида спорта шахматы такая тоже есть. Дисциплина называется шахматная композиция. И вот у нас уже сейчас прошли, значит, школьные, муниципальные этапы. 14 февраля у нас будет республиканский этап, где уже где-то порядка 40-50 ребят, порядка из 20 разных наших муниципальных районов и горских округов примут участие. Это пятые, шестые классы. И поэтому мы надеемся на то, что через разные такие вот каналы мы сможем и популяризировать шахматы, и развивать наших детей через шахматы. Спасибо. У нас остается не так много времени до конца эфира. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к гостям, к участникам этого турнира, к любителям этого вида спорта? Пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить тех, кто причастен к организации, и к поддержке этого турнира. Это, прежде всего, наши спонсоры – компания «Алроса», компания «Селегдар», компания «РНГ» и компания «Железнодороги Якутии». Может быть, кто-то из других компаний тоже услышал, может быть, даже этот эфир присоединится, может быть, выставит какой-то специальный приз. Это было бы очень здорово. Ну и хотел бы пожелать всем участникам интересных, ярких игр, творческих таких достижений, удовольствия получить на этом празднике интеллекта, празднике творчества. Праздник интеллекта, точно. Дмитрий, может быть, у вас есть несколько слов? Так, я так скажу, мы в советское время, поколение, да, знали всех гроссмейстеров поименно, но никогда их не видели. Повидать живого гроссмейстера, тем более играть, это было пределом мечтаний. А сейчас приходят действующие гроссмейстеры, с ним вот молодежь будет играть. Это же очень прекрасно. Это очень большой стимул для роста юных шахматистов. И дай Бог, чтобы это продолжилось и дальше. Спасибо вам большое за сегодняшний такой экскурс в мир шахмат. Я человек, который совсем не знает этот вид спорта. Помню, в детстве что-то пыталась с шашками играть, мне казалось, это очень легко. А шахматы для меня это какой-то очень такой неизведанный мир. Действительно, для каких-то очень умных людей я так это воспринимаю. Пусть пройдет ваше мероприятие удачно, успешно. Пусть будет много положительных эмоций, пусть будет много побед. Дмитрий, вам желаю победы, вам успехов в организации, Владимир. Слушателям хочу сказать большое спасибо за ваше внимание, что были с нами на Волне и на телевизионном канале. И пожелать всем хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok